Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня речь пойдет про очищение кровеносных сосудов. Итак, чистим сосуды, укрепляем сердце. Что можно, а что категорически нельзя есть? Какие средства и меры есть у нас в арсенале для решения этих вопросов? А в конце видео я расскажу вам про одно очень важное упражнение, как его делать, поясню, которое позволит улучшить микроциркуляцию крови в ногах. И у кого есть варикозное расширение вен и тромбофлебит, и это поможет быстрее избавиться от данных болезней. Самая высокая смертность в мире в наши дни от сердечно-сосудистых заболеваний. Так считает официальная медицина. Я с этим не согласен. Уже давно на первое место вышла онкология. Но пусть будет так, тем паче. Уважаемые товарищи, полностью смотрите это видео, данное от А до Я. В нем важнейшая информация с самого начала и до самого конца. Не упустите ничего. Я советую законспектировать. И кто хочет решить данные вопросы, проблемы с сосудами, вы их решите, если будете применять подход комплексный, системный в целостности. Не секрет, что холестериновые бляшки и тромбы вызывают воспаление кровеносных сосудов. В тех местах, где они прикрепляются. А появляются они из-за неадекватного, неестественного питания, из-за нездорового и малоподвижного образа жизни. Если такой тромб или бляшка оторвется, и по ходу движения крови закупорят более мелкие сосуды, то возникнет инсульт, либо инфаркт. Ну, как правило, по ишемическому типу. От этого, конечно, не легче. И ни в коем случае не слушайте хитрые, кричащие, наглые такие заголовки дешевых видео, вроде, типа, делайте это, принимайте то, и через 10 дней ваши сосуды будут как новые. Вот такого плана. Ну, скажем, как один блогер-неуч сделал такой заголовок. Всего полстакана и сосуды чистые, как слеза. Это, конечно же, ложь и наглость. На все надо затратить время и труд. Тем более при серьезных заболеваниях. На своем канале я уже выпускал много видео о болезнях сердечно-сосудистой системы. Все они очень важны и нужны. Посмотрите их потом непременно. Ссылочки будут в описании. Есть проблемы объективные, которые изнашивают сосуды быстро и приводят к образованию атеросклеротических бляшек. Это изгущение крови из-за неестественного питания. Посмотрите мое видео «Густая жирная вязкая кровь». Это изгущение крови от недостатка потребления питьевой обычной воды. Это и задержка жидкости в организме с последующим увеличением давления в тканях. Это и повышенное общее кровяное давление, а также давление внутричерепное. Вот от всего этого и от других причин, в том числе от артериальной гипертензии, то есть от повышенного давления, как раз и возникают микроповреждения в сосудах. А пресловутый холестерин – это как раз защита, это так называемое латание дыр в поврежденных сосудах. Но, конечно, холестериновые бляшки могут когда-то оторваться, и вот тогда возникают проблемы вплоть до летального исхода от инсультов и инфарктов. Но всегда надо смотреть в корень и устранять причины и первопричины таких появлений, вот этих самых холестериновых бляшек, тромбов и так далее. А что такое атеросклеротическая холестериновая бляшка? Ну, в первую очередь, это ядро, состоящее из холестерина, как правило, липопротеинов низкой плотности. Ну и оболочка из плотной соединительной ткани, которая прорастает, как бы окальциневает кальцием. Во-первых, из-за потребления вареных и жареных продуктов, где кальций уже в неорганической форме находится, а во вторую очередь из-за дефицита витамина К2, который как раз из тканей проводит кальций, например, в кость. Это делает не витамин Д3, а именно К2. Естественно, по причинам дефицита витамина Д3, дефицитам цинка, магния и других многих элементов. Но про атеросклероз и все нюансы с ним связаны, я сделаю еще отдельное видео обязательно. А вот у курильщиков в атеросклеротических бляшках откладываются еще и смолы, и другие токсичные, практически нерастворимые продукты, возникающие в результате курения табака. Часто курильщики умирают из-за облитерирующего эндертерита, с последующими гангренами и ампутациями нижних конечностей. А вот что помогает уменьшить, растворить даже атеросклеротические бляшки? Возможно ли это? Вот об этом сейчас и поговорим. Итак, не теряя время, я даю сейчас конкретные вам советы. Что однозначно нужно убрать из своего питания, и что в него надо обязательно включить? Самый большой вред на сосуды оказывает сахар, глюкоза. И самое большое поражение возникает в микрокапиллярах почек, глаз, сетчатке глаз. Из-за потребления сахара возникает периферическая нейропатия, то самое хорошо известное вам онемение пальцев рук и ног, а это может привести к некрозу, так как из-за потребления сахара ускоряется окисление внутри артерии. Стенок артерий просто повреждается внутренний слой сосудов эндотелий, защитный слой. Высокий уровень глюкозы вызывает воспаление сосудов, стенок сосудов. Происходит повреждение эндотелия. В результате возникает утолщение стенок сосудов. Они становятся жесткими и образуются как раз холестериновые бляшки, как латание этих дыр, склеивание. Далее в процессе и параллельно с этим образуются как раз атеросклеротические бляшки. Из-за высокого сахара возникает инсулинорезистентность и нарушается кровоток, микроциркуляции, особенно в конечностях, на периферии. Потому и мерзнут руки и ноги. Срочно убирайте сахар из своего рациона питания. Вообще все сладкие продукты. Обязательно пейте водородную воду. Посмотрите непременно, вот это мое последнее видео о водородной воде, где я зачитываю отзывы людей и поясняю конкретные случаи из жизни, все причинно-следственные связи. От сахара истощается нервная система. Добавим к тому воздействие конечных продуктов гликирования. А это тоже губительно для сосудов. При гипергликемии, высоком уровне сахара в крови, вырабатывается много сорбита. Это такой специфический спирт, который разрушает сетчатку глаза. И это одна из причин катаракты наряду с накоплением галактозы. Такого специфического молочного сахара. Не надо переживать, если вы не будете вообще есть ничего сладкого. Поймите, что глюкоза, фруктоза есть в любых продуктах в том или ином количестве. То есть абсолютно в любых. Более того, если организму не хватит глюкозы, то он ее всегда синтезирует из жиров и из белков. Глюкоза совсем незаменимый продукт. Абсолютно заменимый. И к тому же помните, что более энергетически выгодный, лучший и как раз защитный для сосудов, это другой способ получения энергии за счет расщепления жиров, а не за счет расщепления глюкозы. Непременно посмотрите вот эту мою лекцию про кетопитание, веганскую кетодиету. Обязательно посмотрите вот эти мои видео про инсулинорезистентность и интервальное голодание. Ешьте, дорогие друзья, больше зелени и овощей непременно, тем более у кого есть уже проблемы с атеросклерозом, процессами тромбообразования, варикозном расширении вентром, тромбофлебитом и другими проблемами с сердечно-сосудистой системой. Обязательно потребляйте витамины группы В, но в натуральном виде, в виде хлореллы. В ней есть все витамины группы В и много магния, который, конечно же, необходим для сердца и вообще сердечно-сосудистой системы. А также витамин А и Е, которые также необходимы для стенок сосудов. Никаких фруктовых соков, еще раз говорю, даже натуральные сахара не принимайте, а овощные соки, конечно, можно. Посмотрите также вот это видео о аутофагии. Да, перед тем, как перейти к другим пунктам, тоже очень важным, я хочу сказать, подпишитесь обязательно на мой канал, если вы еще не подписаны на него. И рядом с надписью «Подписаться» нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Тогда вы просто будете получать уведомления о выходе моих новых видео, если будете подписаны и нажмете на колокольчик. Ну и, конечно, делайте репосты, делитесь в соцсетях моими видео с друзьями, близкими, чтобы они тоже получали эту информацию. Ну и, что называется, обратная связь была, то есть такой взаимовыгодный обмен сотрудничества. Второе мощнейшее средство, вернее комбинация, это, конечно же, куркума плюс черный перец. Непременно посмотрите вот это мое видео про куркуму и черный перец, чтобы знать, как принимать, в каких количествах, какую куркуму. Потому что, понимаете ли, в чем дело? Очень важен процент содержания действующего вещества куркумина в конкретной куркуме. Я, конечно же, рекомендую лучшую, безусловно, вот эту. В ней содержание куркумина не 3-3,5%, как в самых лучших видах из Индии, допустим, идущий, да? А 10,2-10,5%, что, в общем-то, является абсолютным рекордом. И результативность будет выше просто в разы. И, безусловно, здесь важен очень качественный черный перец, не который уже смолот, а который вы возьмете в горошки, сами измельчите и добавите в куркуму. Достаточно принимать по одной четверти, ну, по одной трети чайной ложки вот этой куркумы с небольшим количеством черного перца, ну, скажем, 1,8-1,1 от объема куркумы, в день, два раза в день таким образом. Запивая водой, можно растворять в воде, запивать, можно даже после еды, ну, если после еды, где-то через полчаса, минут 40-50. Или до еды за 20-30-40 минут. Третье великолепное средство, вернее, тоже комбинация, это комбинация лимона и чеснока. Но, в отличие от очень многих советов, которые вы, наверное, видели в интернете, я скажу, как все-таки сделать правильно, чтобы оставить в данном продукте, в данном лекарственном средстве, все нужные питательные вещества, лечебные вещества и их комбинации. Никакой термообработки здесь быть не должно. Правильно сделать следующим образом. Вы берете один небольшой лимон, очищаете от кожуры и косточек и давите это все вместе, можно в блендере, с тремя зубчиками хорошего, качественного, ну, чеснока, только не китайского, да? Взбиваете это до кашицы, можно в ступке перетереть. Заливаете это стаканом, ну, лучше чуть больше, 300 миллилитров, возьмите воды, тепленькой, можно кипяченой, остуженной, до 50 примерно градусов, не выше. Вы можете добавить туда одну чайную ложку, но только не больше меда, и это единственное исключение сладкого тогда уж будет у вас. При том, что тогда только эта сладость будет у вас в течение дня, то есть даже морковь-свеклу в эти дни не ешьте. Но это стоит того, потому что данная комбинация очень сильная, хотя, еще раз скажу, можно и без меда. Но если с медом, это должен быть дикий мед с высоченным диастазным числом, полностью ферментированный, лучше перезимовавший в ульях с пчелами. И, пожалуйста, не спрашивайте, где такой мед взять, у нас на сайте он есть. Итак, на нашем сайте nadgard.ru есть такой раздел про мед и пчелопродукты. Еще про один пчелопродукт я сейчас далее чуть поясню тоже. И вот эту смесь нужно выпивать натощак в первой половине дня, то есть до завтрака. Но кто-то скажет, может быть, эта смесь такая ядреная будет, тяжко будет. Возможно, если у вас есть некоторые проблемы с ЖКТ, некоторые виды язв, ну и так далее. Тогда вы берете ложку столовую кокосового масла, качественного. Я, конечно же, советую лучшее в мире вот это кокосовое масло. Рассасываете его и минут через 10 пьете эту смесь. Тогда проблем не будет. Но, если уж вы боитесь или какие-то признаки неприятных ощущений будут, вы можете процедуру эту делать тогда не до еды, а после. Минут через 30-40-50 в этом диапазоне. Да, очень важный момент. Полчаса пусть эта настойка постоит до вашего приема в пищу. Принимать таким образом нужно 3 недели подряд. Потом неделю перерыв и еще 3 недели подряд принимайте. Таких циклов может быть 3-4. Результативность будет очень высокая. Особенно, если вы будете учитывать еще два верхних пункта, о которых я говорил, и то, что я сейчас скажу дальше. Четвертое. Есть такое вещество пикногенол. Это, скажем, экстракт из косточек винограда, из коры некоторых видов пихт, кедра, из семян граната. Я, конечно, для простоты и натуральности применения рекомендую вот этот препарат биокедр, в котором не только есть пикногенол, но и различные биофлавоноиды, мощнейшие антиоксиданты иного рода. Принимается он очень просто. Можете посмотреть у нас на сайте, каким образом это делается. Также я рекомендую препарат Т8 Экстра. Это полипринолы, полученные из хвои пихты. Посмотрите вот это видео «Сила хвои». Конечно, пикногенол можно купить где-нибудь и в аптеке, но его качество и натуральность под большим вопросом будет стоять. Конечно же, вы можете делать и хвойные коктейли. Как их можно делать? Берете молодые приросты этого года веточки ели в экологически чистом месте. Моете, можно даже заморозить их. Кидаете их в блендер, скажем, грамм 100. Туда добавляете сок половины лимона, процеженный через ситечко. Туда добавляете ту же чайную ложку меда. Можно и такой вариант делать. Так вот, в блендере все это взбиваете, процеживаете через многослойную марлю и пьете этот зеленый, так называемый, хвойный коктейль. Принимать можно точно так же, как я рассказывал о смеси чеснока с лимоном. Пятое. Отдельно подчеркну важность магния. Для сосудов, для нервной системы очень важный макроэлемент. Плюс к нему, конечно же, цинк, витамин D3, витамин К2. По всем этим веществам у меня есть видео на моем канале, они очень важны. Но еще раз подчеркну, что магния много в той же хлорели или спирулине. Помимо прочего, там много других ценных, уникальных компонентов. Например, вся линейка витаминов группы В. Ну и, конечно же, активный хлорофилл. Есть продукция фирмы Дюалайф, которую мы представляем. И здесь я могу порекомендовать три компонента. Во-первых, это специально разработанный уникальный препарат в жидком, концентрированном виде, полностью из трав, натуральный концентрат. Называется «Моя кровь». Конечно же, это жидкий, концентрированный, органический, первый в мире витамин С. И, безусловно, это активный, жидкий хлорофилл. Ну, это уникальная комбинация тех веществ, которые позволят очистить вам сосуды за 2-3 месяца. Всё то, что я сейчас перечислил, не противоречит друг другу, не то или то можно принимать, а всё это. Ведь всё это компоненты нашего питания, но этих компонентов в нашем современном питании просто нет, не хватает. По причинам многим. Химизации сельского хозяйства, бедности почв и, соответственно, продуктов питания, даже органических тех или иных микро-макроэлементов и других специфических веществ, которые когда-то там содержались. Да и потом, во многих продуктах питания просто нет специфических биофлуаноидов, антиоксидантов. Просто вы их не получите с обычной пищей. Но современные технологии позволяют добыть их в более концентрированном виде, чем в прошлые века, когда делали просто настойки. Ну, из той же хвои, например. Тем самым можно повысить эффективность в разы в наши дни. Забыл ещё сказать о йоде. Обязательно вот это моё видео посмотрите непременно. Тоже очень важно в нашей теме, в данной теме нашего разговора. Шестой пункт. Это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. У меня выходило видео на моём канале омега-3, 6, 9. Посмотрите непременно. Что я могу тут сказать? Льняное масло и кунжутное – это номер один и номер два. Оливковое масло тоже можно, но не любое. Я рекомендую, конечно же, уж если его потреблять, то лучшее, самое качественное – вот это. Но качественное – это не только значит вкусное там и просто полезное, не пойми почему. Вполне понятно, почему. Если вы не поленитесь и видео под этим товаром у нас на сайте посмотрите, то вы поймёте, почему оливковое масло, как и оливки, самые лучшие в мире именно с острова Тасос. Ну, седьмой пункт, он условный, то есть яблоки, хурма и гранаты из-за своих, например, пектинов, других компонентов, в общем-то полезны для сосудов. Но помните, все они сладкие и есть их нужно только сезонно, в небольших количествах. И тогда в эти дни не ешьте ничего больше сладкого абсолютно, да? Восьмой пункт, очень серьёзный и эффективный – это лечебные грибные препараты. Этим занимается наука древняя, ну, в наши дни она называется фунготерапией, то есть наука, которая изучает лечебные свойства высших бездеальных грибов. И здесь комбинация идеальная такая. Это водорастворимая форма гриба шитаки, это гриб кардицепс и гриб рейши. Как их принимать, какая комбинация должна быть, я дам по ссылочке под моим вот этим видео, которое вы сейчас смотрите. Вообще, проще всего я сделаю набор, который я дам по ссылке вам под этим видео. Кто-то может воспользоваться этим набором, кто-то может посмотреть, что входит в набор и взять какие-то отдельные компоненты. Напоминаю, что любые компоненты, о которых я говорю, ну, кроме цинка, D3, о чём я вам говорил выше, это понятно в аптеке. А всё остальное есть у нас на сайте nadgard.ru. Хотите – возьмёте оттуда. Не хотите – можете брать те компоненты, продукты, о которых я просто говорил, начиная от чеснока и лимона, заканчивая хвоёй ели и так далее. И всё же подчеркну ещё один очень важный момент. Вопреки тому, что говорят, жиры как раз не опасны. Опасные углеводы, быстрые сахара, жиры, если мы говорим о насыщенных, то из растений – это кокосовое масло, ведь среди растений тоже есть насыщенные жиры. Как некоторые думают, почему-то насыщенные жиры – это только животного происхождения. Нет, это не так. Из полиненасыщенных жирных кислот – самое лучшее льняное масло, ничего лучше придумать нельзя. Обязательно, если есть у вас проблемы с сосудами, с сердцем, уберите из питания вашего животные белки категорически. По многим причинам, о них я сейчас говорить в этом видео не буду, новички, кто на моём канале впервые. У меня, поверьте, есть много видео полных, доказательных, где я разбираю причину неестественности и пагубности потребления высокомолекулярных животных белков, проще говоря, мяса и других животных продуктов. Во многих своих видео я это разбирал. Просто посмотрите на едите, если захотите, конечно. Я советую хотя бы временно на 3-4, а лучше более месяцев перейти на веганскую кето-диету. Посмотрите, ещё раз говорю, вот это видео – кето-диета, веганское кето-питание. Помните, что вы не должны потреблять в день больше калорий из пищи, чем вы в этот день тратите. Перейдите на интервальное голодание. Это даст вам энергию, силы и очищение сосудов тоже. Посмотрите это видео моё про калории. Помните, что ваша печень должна быть чистой и здоровой. Кстати, этот орган производит холестерин ещё плюс ко всему, а вообще он выполняет более 500 различных биохимических реакций. Суженные сосуды, особенно от стрессов, когда вырабатывается гормон кортизол, это большая пагуба, поэтому старайтесь не нервничать. А суженные, спазмированные сосуды от спазмирования мышц можно восстановить, то есть наладить тонус, расширить сосуды другим способом, применяя не гипотензивные препараты, как сейчас медики современные, начиная с 90-х годов, рекомендуют всем, когда есть у человека артериальная гипертензия, ну или в простонародье гипертония, а именно седативными препаратами, которые рекомендовал основоположник учения об артериальной гипертензии, великий учёный-академик Ланг. Но, впрочем, об этом я подробно рассказываю в моей лекции «Гипертония. Часть 2. Вот в этом видео». В этой связи скажу лишь, что повышенное количество до 6,5% от общего процента содержания всех газов в крови расширяет сосуды, а повышенное количество молекулярного водорода в воде, которую вы пьёте, позволяет при малом количестве кислорода в крови увеличить КПД всасывания этого кислорода, что благотворно влияет на все клетки нашего организма и на кровеносную систему в первую очередь. Потому не только водородная вода очень полезна, но только если эти приборы не поддельные, если они безопасны, ещё раз, посмотрите вот это моё последнее видео о водородной воде, и в этой связи СПА-капсулы также очень могут быть полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы и лимфатической системы. Очень важно соблюдать физическую активность, движение, занятия какими-то видами простого условно спорта или, что лучше, жизни на земле и занятия на огороде, грядках, прогулке по лесу, на свежем воздухе, небольшой лёгкий бег, ну или велосипед. Ну а теперь то, что я вам обещал в самом начале, и повезло тем, кто всё-таки досмотрел вот до конца вот это моё видео. Почему? А вот слушайте. Есть такая виброгимнастика академика Микулина. Она очень эффективна, и вот что самое главное она делает, она способствует как бы продвижению, улучшению тока крови, от тока застойной венозной крови, в том числе из нижних конечностей. Это как вспомогательное действие при лечении варикозного расширения вен и тромбофлебиты, и очень действенное. Итак, в чём суть данного упражнения? Оно очень простое. Нужно встать на пол ровно, приподняться на носочках, таким образом, чтобы от пяток до пола был всего лишь один-два сантиметр, и резко вставать на пятки, ну на всю стопу. Каждое такое пульсирование должно быть примерно раз в секунду, не чаще. Итак, приподнялись и резко встали. Приподнялись, резко так встали. Эти сотрясения, импульсы, не должны быть более резкими, чем при спокойном беге. Таким образом, нужно делать примерно по 30-40 таких повторов, и таким образом делать 4-5 раз в день. Особенно это важно тем, у кого сидячий образ жизни, это категорически важно. Ну вот таким образом. Так что же поможет ещё уменьшить и вообще растворить холестериновые бляшки, очистить сосуды? Ну давайте подведём такой маленький итог. Конечно же, голодание. Можно начать с интервального голодания, Можно воспользоваться моими теми советами, которые я дал в видео, очищение и голодание. Но хочу акцентировать внимание. Длительное, серьёзное, системное голодание, к нему нужно правильно подготовиться, и обязательно пройти антипаразитарную программу, а без этого не голодать долго. Конечно же, физические нагрузки, движение – это жизнь. Конечно же, это необходимое, правильное, адекватное питание, плюс те добавки, натуральные, естественные, питательные, о которых я говорил выше. Конечно же, атеросклеротические бляшки можно уменьшить и растворить полностью, но это будет не быстро, но это возможно. Только нужно не лениться и принимать все те меры, о которых я говорил. Помните, если мы пустим на самотёк этот процесс, то в любой момент человек может умереть от инсульта, либо инфаркта. Зачем это допускать? А лучше всего, дорогие друзья, просто не допускать образования атеросклеротических бляшек, и чтобы ваши сосуды оставались всегда чистыми и здоровыми. Но для этого нужно соблюдать, поверьте, несложные, которые так легко войдут в привычку, вот эти меры, факторы, о которых я говорил сегодня вам. Если вы меня спросите, а можно ли соду, слышав где-то про очищение сосудов соды, то только не делайте ошибки, разумно применять химически чистую соду можно, но посмотрите вот это моё видео про соду до того, как вы захотите её использовать внутрь. Ну а на этом всё. Я надеюсь, данное моё видео было вам очень важным и полезным. Вы получили необходимую информацию, коротко, чётко. Теперь вы сможете её законспектировать, и будет у вас записка лежать, что называется, на всю жизнь. Можете даже передать её по наследству. Эти знания, эти меры помогут вам добиться желанных результатов. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Ещё раз напоминаю, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поделитесь этим видео с друзьями, знакомыми. Ну и я желаю, конечно же, всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия, благополучия в жизни. На этом всё. До новых встреч.